Добрый вечер, 19.30 в Оренбурге, значит настало время для нас, журналистов, рассказать о наиболее заметных событиях этого дня. На начале коротко некоторые темы. Спасать от суицидов намерено специальным законом. Парламентарии готовятся рассмотреть новый проект. При каких условиях он может исполняться, мнение экспертов. Музей квартиры Ростроповичей станет единым целым. Частная территория выкуплена, впереди оформление документов, ремонт и экспертиза экспонатов. От городового до наших дней полиция отмечает 300-летний юбилей, с чего начиналась служба правопорядка в Оренбурге. Часть подгородней покровки сегодня накрыла дымом. В районе обеда загорелась куча шелухи от семечек подсолнечника. На протяжении нескольких часов на месте работал местный пожарный расчет. Подробности расскажем далее в выпуске. Музей Ростроповичей стал единым целым о том, что решился многолетний конфликт между собственниками дома на улице Зиминской, объявило Министерство культуры области. Часть дома, где когда-то проживала семья всемирно известного музыканта из муниципальной собственности, передали введение области. Другую приобрели участника. Теперь все помещения дома музея и его экспонаты принадлежат государству. В начале 2000-х здание на Зиминской стало предметом раздора, после того, как маэстро Мстислав Ростропович впервые за долгие годы посетил Оренбург и дом, где жил во время эвакуации. К тому времени помещение делили два собственника. Позже одна часть была передана муниципалитету, где и открыли квартиру-музей. При этом собственники второй половины дома семья Гончарук постоянно доказывала, что именно у них хранятся подлинные вещи, которые некогда принадлежали семье Ростроповичей. И именно они являются собственниками территорий. Происходит захват частного жилого дома. В январе этого года семья Гончарук заявила, что частный музей Ростроповичей закрывается, а экспонаты выставляются на продажу. Это произошло после безуспешной многолетней попытки продать дом. Зеркала, столы, точильный станок, книги и фотографии, которым прикасался великий маэстро, хранители истории были готовы отдать в дар Министерству культуры области, либо Краеведческому музею при определенных условиях. Что вы откупаете дом? Потому что приняв дар, где их разместить можно? Естественно, они связаны с этим домом, с этим домом. Вы откупаете дом за разумную цену, за цену, которая средняя цена в городе Оренбурге – 40 тысяч квадратный метр. Свою часть дома, где проживала и принимала семью музыкантов в годы войны Елена Ландкевич, крестная Мстислава Ростроповича, гончаруки готовы были продать за 6 миллионов рублей. И ценные предметы приобрели свою стоимость. Зеркало из венецианского стекла в богемской раме, вот это, XIX век, размер 2 на 70 сантиметров. Мы за него 500 тысяч рублей. Стол раскладывается на 22 персоны, с резными дубовыми ножками, вот, например, продаем за 300 тысяч рублей. Еще в январе в Министерстве культуры пояснили, в бюджете нет денег, чтобы приобрести наследие Ростроповичей. И вот теперь объявлено, что доля гончаруков выкуплена. На каких условиях прошла сделка, информация пока не разглашается. В настоящее время музей закрыт для посещения, идут процедуры оформления документов. Сообщается, что есть планы по объединению площадей дома, ремонту и созданию новой музейной экспозиции. Экспертиза должна установить ценность вещей, доставшихся от гончаруков. Застройщики договорились о школу гимнастики, обещают оснастить инвентарем сразу после сдачи объекта. Депутат горсовета Андрей Хавилов, чья компания является застройщиком жилого комплекса и находится по соседству со строящейся школой гимнастики, в своем инстаграме рассказал о договоренностях с Олегом Ситниковым о прокладке сети теплоснабжения. Напомню, на прошлой неделе стало известно о конфликтной ситуации, которая возникла между руководителями двух строительных компаний Андреем Хавиловым и Олегом Ситниковым. Во время очередного объезда строящихся спортивных объектов застройщик школы гимнастики заявил главе города, что сроки сдачи объекта смогут сдвинуться. Проблема в том, что его не могут подключить к коммуникациям, так как хозяин соседнего участка, по словам Ситникова, против проведения трубы. Не дают пройти 20 метров. Технология такова. Сейчас здесь идет чистовая. Если мы 15 октября не пустим тепло, чистовая она отвалится. Ну, технология. Она отвалится. Понимаете? После выяснилось, что к Андрею Хавилову с предложением провести коммуникации через его участок никто не обращался. Спустя несколько дней после того, как ситуацию придали огласки, Андрей Хавилов на своей странице в соцсети написал, что в его адрес наконец поступил документ о согласовании планируемых работ. В своем аккаунте Хавилов выложил фото запроса от застройщика спортивного объекта о возможности проведения сетей теплоснабжения через участок застройщика жилого комплекса. Через пару дней был дан ответ о согласовании прокладки коммуникаций для подключения к сетям теплоснабжения, при условии, что необходимо будет вернуть все в первозданный вид. Траншею нужно будет засыпать, выдержать нормативы и восстановить асфальтовое покрытие. Однако пока не предоставлен проект согласованный с ПАУТ и Плюс, чем быстрее он будет на руках, тем быстрее начнутся необходимые работы. Но главным условием, которое ставит застройщик микрорайона, на месте должны присутствовать не только представители обеих сторон, но и сетевики. Добавим, у родителей, чьи дети занимались и готовятся к тренировкам в новой школе гимнастики, сегодня возникают другие вопросы. В частности, беспокоят, будет ли зал оборудован необходимым спортинвентарем. А в городском управлении спорта нам рассказали, что есть предварительные договоренности с Федерацией гимнастики России. Как альтернативный вариант, если они будут сорваны, то пользоваться дети и тренеры пока будут тем, что есть. В 2015 году, вот у меня письмо перед глазами, было от Ситова, это президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Николаевич. Пишет о том, что если будет построен центр спортивной гимнастики в городе Оренбурге, то предоставляют инвентарь, спортинвентарь для современного центра. Не получится так, что школу ждали, а там занятка произошла с доставкой спортинвентаря. У нас спортивный инвентарь для тренировочного процесса, скажем, ну для первоначального, у нас есть. Напомним, закончить строительство школы гимнастики планируется до декабря 2018 года. Ребенок, пострадавший в пожаре на улице и подробно искончался в больнице от ожогов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту. Напомним, в минувшее воскресенье в частном доме загорелась внутренняя отделка. Женщину и ребенка тогда госпитализировали. Однако спустя несколько дней двухлетний малыш скончался в больнице. Его мама сейчас в тяжелом состоянии. Следователи начали расследование дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности». И мы продолжаем выпуск немного о происшествиях. Далее в рубрике «Ориентировка». В дыму сегодня в обед оказались дома в подгородной Покровке. Очаг возгорания находился на территории строящихся теплиц. Начали тлеть кучи шелухи от семян подсолнечника. Это и осложняло тушение. Пролить их полностью водой не получалось. Поэтому приняли решение разгребать тракторами и одновременно тушить водой. На протяжении нескольких часов ближайшие дома были окутаны дымом. Открыть окна было невозможно. К вечеру с леющими кучами, напоминающими торфяник, спасатели справились. На пролом не получилось. В частный дом по улице Орской утром влетел Hyundai Solaris. По сведениям ГИБДД, 46-летний водитель не справился с управлением и врезался в здание. Мужчину с ушибом грудной клетки, сотрясением и переломом голени госпитализировали. Дом теперь тоже нуждается в восстановлении. Понижать статистику по суицидам в Оренбурге намерены специальным законом. Комитет по здравоохранению законодательного собрания подготовил проект о профилактике суицидального поведения населения. Его внесут на рассмотрение уже 13 июня. Один из авторов этой инициативы депутат Татьяна Шукурова. Она отметила, что проект принимается вслед за действиями их коллег из Государственной Думы, которые ужесточили наказание за доведение до самоубийства. Оренбурге – первый регион в стране, который решил акцентировать внимание на профилактике. Есть педагоги, есть психологи, есть клинические психологи, есть методические разработки. Эту работу надо организовать так, чтобы эффективность была максимальной. Когда принимается закон, это иной уровень ответственности – возможность мониторинга и контроля осуществления всех мероприятий. Какие точно будут определены действия для психологов, психотерапевтов, СМИ в этом законопроекте, пока не указано. Если его примут, то будут созданы специальные постановления и подзаконные акты, отметила Татьяна Шукурова. Но уверена, что за сам закон проголосует большинство. Во всяком случае, такая реакция была на заседании комитета вне зависимости от партийной принадлежности. К слову, официальных данных по количеству суицидов ни в парламенте, ни в следственном комитете сегодня не озвучивают. Говорят, такой подсчет просто не ведут. То, что к теме суицидов и неблагополучной статистики привлечено внимание, журналисты и психотерапевты считают положительной тенденцией. Но исполнение этого закона у экспертов все же оставляет ряд вопросов и сомнений. Будет ли он действенным, а может галочным или просто для пиара конкретных парламентариев? От всего этого и будет зависеть результат. Мы забываем о том, что есть еще куча всяких государственных учреждений, вроде уполномоченных, ОПЕК, комитетов по неблагополучным детям. И очень часто мы, когда какие-то громкие дела о преступлениях в отношении детей, о детских суицидах, пишем и всегда говорим, а как же они проглядели, как же так вышло. И вот этот закон, он отчасти в том числе регламентирует и их работу. У нас действительно достаточно много законов для галочек. Этими законами для галочек пересыщены все кодексы, пересыщены все уставы. Но есть законы, которые вроде как для галочки, а за которыми следят. В частности, не знаю, законы по СМИ. Тот же самый Роскомнадзор есть, который неустанно за ними следит. И если профильные ведомства будут следить за его исполнением, вполне может быть, что законы будут исполняться. Хотя бы частично, хотя бы в какой-то мере. К сожалению, как и многие другие люди, наверное, в России, я не очень верю в то, что принятие какого бы то ни было закона сразу же решает в России какие бы то ни было проблемы. Поэтому то, что закон изданный, то, что на это обратили внимание больше людей, чем раньше, это здорово, это хорошо. Проблема есть, проблема существует, она серьезная, она действительно имеет место. Но то, что в этом законе написано и как он собирается реализовываться, у меня вызывает большие сомнения и вопросы. Потому что проблема суицидов – это не такая проблема, которую просто взял и решил тем, что, например, я, как психотерапевт, начну больше работать на час. Нет, это так не решится. Для этого нужен огромный бюджет, огромные средства, реабилитационные центры, условия, сенсорные комнаты и много-много чего другое. Поэтому откуда эти бюджеты будут браться, откуда эти средства, откуда эти ресурсы, откуда это образование, потому что это специфическое образование и очень сложная тема, я не знаю. Психотерапевт Глеб Нюхалов подчеркнул, что нужно еще на законодательном уровне решать ситуацию с психотерапевтической помощью, а еще регламентировать работу психологов. Нередки случаи, когда консультации ведут далекие от этой профессии люди, да и в целом повышать культуру психологического здоровья населения. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, скоро вернемся и расскажем о других событиях этого дня. Мы продолжаем выпуск и вот о чем расскажем далее. От городового до наших дней полиция отмечает 300-летний юбилей, с чего начиналась служба правопорядка в Оренбурге. Скейт-площадки быть, но не скоро. В администрации Оренбурга заявили о планах создать проект спортивного парка. Автомобилисты Оренбурга записали видеообращение к Путину. Люди объединились для того, чтобы обратить внимание на шокирующие высокие цены на моторное топливо. Обращение записано специально для прямой линии с президентом. Люди задаются вопросом, почему ценники на заправках постоянно растут и просят президента проверить, как они формируются. Каждый день многие из нас приезжают на автозаправки родного города и с удивлением обнаруживаем, что цены на бензин и на солярку растут. Не знаю, насколько это соотносится с механизмом ценообразования. Есть же формулы, в конце концов, какие-то. Почему так дорого? У нас в стране много нефти. Отвоевали нам прадеды, деды, для того, чтобы мы пользовались ею. Но почему так дорого мы покупаем бензин и солярку? Ведь эти доходы, которые мы оставляем на АЗС, эти сбережения, они не доходят до наших семей, до наших жен, детей и матерей. И добавим, это не первое обращение от жителей области. Ранее Римбуженко записала видео по аналогичной теме о проблеме с точной застройкой и отсутствием социальной инфраструктуры накануне заявили жители многоэтажек по улице Пролетарской, которые уже продолжительное время добиваются изначально обещанного плана благоустройства микрорайона. Скейт-парк в этом году в городе не появится. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города. В этом году в лучшем случае появится лишь проект. Напомним, единственную в Оренбурге скейт-площадку закрыли еще в апреле. Официальная причина – травмы, которые получили на ней два ребенка. По словам же BMX-райдеров, травмы дети получили, потому что не должны были находиться на скейт-площадке. Один ребенок, который сломал руку, находился на ней без шлема и катался по фигурам на обычном велосипеде. Это категорически запрещено. Второй же, который отделался легкими ушибами, был слишком маленький и пришел на площадку вместе с папой. Кроме того, как отмечали спортсмены, предупреждающие таблички появились уже после ЧП вместе с тремя замками, которыми закрыли площадку. И что больше всего возмутило BMX-ров, разобрали 80% фигур, которые спортсмены делали за свой счет. Они уверены, что аварийным скейт-парк не был. Каждую весну они восстанавливали фигуры, многие из которых увозили вкрытые помещения на зиму. Тогда в Управлении молодежной политики нас заверили скейт-парку быть, причем большего размера и, возможно, в другом месте. Обещали, что вопрос решится в ближайшее время. Нам нужна неделя-две для того, чтобы понять, как все это сделать. Потому что нам нужно прочитать все варианты. Понимаете, это не просто, допустим, даже если бы у нас сейчас были готовые деньги, это не тот вариант, чтобы пойти купить. То есть нужна нормальная, качественная, хорошая подготовка. Шапкой закидательством больше никто заниматься не будет. И поэтому для того, чтобы сделать хорошо и на века, нужно время. Ну, то есть вероятность того, что появится в этом году, есть? Да. И вот сегодня стало известно, в этом году будет сформирована лишь программа по обустройству в городе зон для активного вида отдыха горожан, в том числе и новой скейт-площадки. Строить ее планируют лишь в 2019-м в том же парке Перовского. Об этом заявил глава города Евгений Арапов во время объезда городских парков и скверов. Для спортсменов это пропуск сезона, говорит БМХер с 14-летним стажем Герман Филатов. Значит, отсутствие подготовки. И удивительно, что во всем мире олимпийский вид спорта БМХ развивается, а у нас закрывается единственная скейт-площадка. Это очень плохая новость для спортсменов. Основные категории людей, которым интересны эти виды спорта, это школьники. У них сейчас начинаются каникулы, а кататься, получается, им будет негде. В этом ничего хорошего мы не видим. Понятно, что скейт-парк нуждался в ремонте. Чисто в косметическом, может быть, замене фанерой. Но в целом он был вполне пригоден. Мы бы еще поняли, если бы цена вопроса была очень большой. Но на самом деле построить хороший крытый скейт-парк при условии наличия помещения, это не дороже, чем 5 миллионов рублей. Почему в городе, в таком большом, вроде областной центре, не нашлось такой суммы на столь значимый для молодежи проект? Они пойдут кататься на улице. Но в любом случае, я думаю, что это будем предпринимать. Мы в любом случае будем отправлять письма. Ответим, что по словам спортсменов, это время они пытались встретиться с главой города. Говорят, хотели донести всю серьезность проблемы. Ведь в Оренбурге проводилось немало соревнований по BMX-спорту, и наши ребята себя отлично показывали. Но им это сделать пока не удалось. Оксана Жебель стала руководителем управления жилищной политики Оренбурга. Несколько лет она работала заместителем руководителя этого управления. В прошлом году некоторое время исполняла обязанности начальника. Руководители в этом ведомстве меняются часто. Самой известной фигурой стал Сергей Макеев. На него завели уголовное дело и недавно приговорили к штрафу за превышение должностных полномочий при приемке жилья для сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. До пенсии доживает не каждый. Тот, кто доживает, вынужден работать. Сегодня независимая газета приводит итоги опроса Фонда общественного мнения. Многие россияне хотели бы, чтобы пенсионный возраст либо не менялся, либо для всех снизился примерно на 5 лет. Респонденты считают, что не доживут до пенсии. А между тем, некоторые депутаты уже начали окучивать протестную почву. Это цитата. В мае этого года 82% из полутора тысяч опрошенных россиян отрицательно отнеслись к предложению повысить пенсионный возраст. Лишь 6% респондентов положительно оценили эту инициативу. Еще 9% заявили о своем безразличии. Остальные, около 3%, воздержались от ответа. Самый распространенный аргумент противников – большинство не доживут. Люди сетуют. У многих здоровья нет работать, жить когда-то надо для себя. А вот за увеличение пенсионного возраста высказались единицы. 1% набрал довод, что таким образом будут решены проблемы с пенсионными выплатами. Один – здоровье крепкое у пенсионеров, работать могут. И еще один – пенсии маленькие. Увеличение возраста – это возможность заработать. Издание приводит не только сухую статистику, но и говорит о том, что некоторые депутаты увидели в пенсионной реформе благодатную почву для протестов. Тем более в кулуарах все больше говорят о том, что правительство может отказаться от мягкого поэтапного повышения пенсионного возраста в пользу жесткого варианта. Берегите природу или чем дышать будем. Сегодня Всемирный день охраны окружающей среды. 5 июня было определено как праздник эколога Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году. Но тема проблем в экологии Оренбургской области возникает намного чаще одного дня в году. Много времени и материалов было посвящено теме сохранения Базулукского бора. Эксперты, ученые, некоторые депутаты много лет доказывают, что в первую очередь для сохранения флора и фауны Национального парка необходимо прекратить все работы по добыванию нефти. По последним данным Росприроднадзора, который публикует ряд СМИ, сейчас в Бару компания «Новый поток», если и не добывает, но уже не соблюдает график консервации аварийных скважин. Еще один сомнительный проект – это «Миллион деревьев». Вроде высаживали, а вот леса пока никто не наблюдает. Столько же сил потрачено на обсуждение темы сохранения Урала. Были экспедиции к соседям в Казахстан. Появился у реки даже собственный праздник. Но шире и чище он так и не стал. Новый проект – «Зеленый пояс Оренбурга». Подтверждают, что это разобьет легкие города. Воздух будет чище. Проект начали в конце 2017 года. Намерены сохранять оставшиеся городские леса, очищать их от мусора. Программа многолетняя, поэтому пока о результатах молчат. Кроме того, Оренбург среди 85 столиц регионов по уровню загрязнения воздуха занимает 50-е место. Самые высокие показатели по выбросам в атмосферу от крупных предприятий автомобилей у нас в области зафиксированы. По последним данным, в Оренбурге и Новотроицке. Стоит сказать, что когда 5 июня задумывалась, как день сохранения природы, предполагалось, что в своих странах люди смогут что-то сделать для чистоты планеты. От уборки в собственном доме до остановки преступных действий в отношении окружающей среды. Ни копейки в бак, ни миллиграмма загрязняющих веществ в атмосферу на Беловке в Оренбурге в этот день собрались любители экологически чистого транспорта. Десяток блестящих на солнце автомобилей собрались у памятника Пушкина в музее истории Оренбурга. Любители электрокаров наперебой говорят о преимуществах своих машин. Используя данный автомобиль электрический, без выбросов, я вношу хотя бы и маленький, но вклад в чистоту воздуха. Как жена водителя электромобиля, Катерина меня зовут, очень довольна я, потому что сейчас у нас ходит где-то 500 рублей против 5000 на бензин. Мы собрали здесь показать свои автомобили, сказать людям, что можно ездить на машинах, не затрудняя себя, заправкой бензина, еще что-то. Можно ездить просто на машине, которая как бы бесплатная. Полная заправка электромобиля стоит 30 рублей. Хватает ее на 150 километров пробега. Если брать в аналогии бензиновый автомобиль, у него на данный пробег уходит в 600 рублей на покупку топлива. Езди, радуюсь, проезжая бензоправки, дико улыбаюсь сейчас с этими ценами, не бензин, это вообще отличное дело. Выброс в атмосферу не засоряет ее, не сжигает кислород, как бензиновый, не испускает из выхлопной трубы вредные для нас газы, которые держатся именно на той высоте среди обитания, где мы живем. Масла мы не сливаем вам никакой, потому что переработки, никакой отработки нету, фильтров у него, свечей всяких нету, ремней и все остальное. То есть как бы у машины все ТО заключается, раз 150 тысяч, это мы меняем колодки. У нас еще у людей создание такой бензин, все, там дальше бензина мы никуда, на бензовозе только ездим. Нигде по территории Оренбурга, Оренбургской области у нас нет ни одной заправки для электромобилей. Мы вышли с этой миссией как бы объявить о себе, что мы уже есть в Оренбурге, мы ездим на электромобилях. Отмечу, что на Беловке собралось всего десяток электрокаров, тем временем, по данным ГИБДД, только в городе на учете стоит около полмиллиона транспортных средств и подавляющее большинство с двигателями внутреннего сгорания. Тем не менее, активисты не теряют надежды преодолеть нефтяное лобби. Три века на страже порядка. Сегодня российская полиция отмечает юбилей. Первые городовые на Оренбургских улицах появились в конце 18 века. С чего все начиналось? Историю оренбургских городовых и огневых дел мастеров в архивах изучал Александр Криволапов. 25 мая по старому стилю, 5 июня по новому, 1718 года Петр I учредил должность генерал-полицмейстера в Санкт-Петербурге. До Оренбургских степей полиция дошла лишь в апреле 1798 года. На должность Оренбургского полицмейстера по предложению барона Осипа и Гильстрома тогда губернатора Оренбургского был назначен Афанасий Прохорович Зайцев. Информация о первом Оренбургском начальнике полиции не сохранилась. Известно лишь, что его команда составляла всего 8 человек. Причина вечная, как мир денег нет. Первоначально штат Оренбургской полиции задумывался в количестве 102 человек. Он должен был содержаться за счет городского бюджета и планировалось на содержание примерно 2660 рублей. Но выяснилось, что в городском бюджете таких средств нет. Поэтому количество полицейских значительно было сокращено до 8 человек. Первые 8 оренбургских полицейских выглядели вот так. Цветовая гамма формы соответствует современной. Синий цвет, красные лампасы. Отбирали полицейских в основном из отставных военных. Содержали так же, как и сегодня, за бюджетный счет. Кстати, в год шло где-то около 100 рублей. К примеру, на рубли в те времена можно было купить корову, а на пятак ведро водки. Тем временем оклады, прописанные в штатном расписании тех лет, впечатляли. Впечатляли и должности. В обязанности полицейские входили несвойственные современным силовикам задачи. Приставы уголовных дел один, гражданских дел один, каждому жалованию по 300 рублей, один трубочист и также огнегасительные мастера. Каждому из них требовалось по 100 рублей. Первый полицейский участок в Оренбурге появился в 1798 году на территории гостиного двора. Однако, точное место так и не установлено. Но уже в 1844 году полицейское управление получает постоянную прописку в здании нынешнего архива на Советской 16. Работы у полицейских хватало. Встречались и курьезные воришки, и жестокие убийства. Так и оставшиеся на полицейском жаргоне глухарями. Хронику преступления охотно писали местные газеты тех лет. Ничего из вещей извозчика не пропало. Голова же его отрезанная, словно маковка от стебля. Положена была в санках между ног трупа, но в преступлении, естественно, предполагают отсутствие корысти и ищут побуждение демонической мести вообще сильной личности страсти. Все усилия полицейского дознания и все рвения следственной власти остаются пока бесплодными. 27 января в 2 часа дня оренбургский мещанин Александр Исаев в здании мужской гимназии похитил медный рукомойник, но был задержан на месте преступления. Спустя три века ничего не изменилось. Мечта Жеглова и Шарапова о том, что преступлений больше не будет, и милиция будет не нужна, не сбылись. Полицейская сводка, как и в 18 веке, не пустует, а количество преступлений лишь растет. На этом пока все. Итог дня подведем в 23 часа. Напомню, что нас можно смотреть на портале Урен Дэй, на нашем канале в Ютубе, на всех официальных страницах в соцсетях. Я желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи. С 5 по 10 июня в Оренбурге состоится продажа качественного текстиля и трикотажа из Иваново. Одежда для мужчин и женщин по низким ценам. Постельное белье, подушки, одеяло. Все товары имеют сертификацию ГОСТ. ДК «Экспресс», проспект Парковый, 15. В ближайшие сутки в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза, ветер южный, юго-западный, умеренный днем, временами порывистый, температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов, днем 25-30 тепла. В Оренбурге переменная облачность без осадков, ветер южный, юго-западный, умеренный днем, временами порывистый, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем 28-30. С 5 по 10 июня в ДК-экспресс продажи текстиля и трикотажа из Иваново. Высокое качество, низкие цены. Новейшие модели на лето. Мы сделаем вас неотразимыми.